В начале говорить о вкусностях мы не будем. Почему? Да потому что столовая по-домашнему, это мое мнение, не переехала, а расширилась. О как! И вы бы хотели также покушать. И жители правобережного района, так пожалуйста, я конечно хотел бы вас видеть и на вокзальной, но зачем? Сегодня и сейчас столовая приехала к вам на проспект Ленина 90. О! Тут рядом центр, реальный центр города, банков 6, администрация, целая куча магазинов, естественно континент, да еще и круче всего ЦГЯ с авторынком, все здесь, как оно. Ну наконец-то, ну наконец-то то самое место. Потому что, ну понятно, да? Когда мы говорили про столовую по-домашнему на вокзальной, ну понятно, все нормальные люди там и кушали. И очень хорошие товарищи. Теперь куда мы приехали? На проспект Ленина 90. Супер место! Да это просто супер место! Потому что рядышком и цирк, и банки, и еще вот Sky Cinema. Тут все рядышком, представляете, да? И естественно ваша проблема в чем возникает? Вы хотели покушать дешево. Покушать дешево так же, как я это делаю в своей замечательной столовой по-домашнему на улице вокзальной. То же самое можно сделать и здесь. Все то же самое. Настолько же вкусно и аппетитно. Да, естественно, вовнутрь. Ну понятно, замечательная еда. К слову о том, что будет позже. Все абсолютно разное. Нет принципа работы на отвались. Вкуснота неописуемая. То бишь, можно завтракать и на вокзале, обедать на Ленина и поужинать опять же на вокзале. Либо наоборот. Все будет по-разному. Потому что есть правило кормить идеально. К слову о том, что здесь есть. А теперь слово для клиентов. Я прекрасно понимаю, что вы хотите кушать, правильно? Да. Все нормально. Да, конечно. Здесь очень вкусно. Очень вкусно, да? Очень вкусно. Все по-домашнему, все. А ценники-то нормальные? Да. Очень хорошие цены. Мы можем говорить, что, пожалуйста, сюда и банкиры, и все остальные. Это же центр города. А, Малтово. Мы можем пригласить также и владельцев центральной городской ярмарки. И что-то пройти-то 50 метров отсюда. Очень удобно, да. Мы всегда кушали на вокзальной 110, а здесь нам удобнее. Но так же все. По-домашнему, вкусно. Цена, качество соответствующие. Очень хорошо. Насколько это вкусно? Вкусно, честно. Где находимся? В столовой по-домашнему. Где-то в центре города, получается, да? В центре города. Приятно, да? Место хорошее. Да, место хорошее, обслуживание хорошее. Главное, светло, чистенько и достаточно хороший ценник. Вот. Мы о чем говорим? Тут рядышком везде банки, да? Тут рядышком даже очень дорогая штука. Вот этот континент, да? На третий этаж придите и попадаете там на денежки, да? Какой смысл, когда можно в два раза дешевле здесь покушать? А может быть и в три? Да, мы тоже сделали этот выбор, поэтому нам здесь понравилось и будем сюда ходить. Я специально зашел внутрь и подивился. Все готовится на пароварках и плиты супер. Холодильники опять крутизна. Все это подход к процедуре поиска решения, где кушать лучше всех. Кушаем лучше всех и, естественно, дешевле. Да, здесь есть ресторанные комплексы, но позвольте, как и каждый нормальный человек, я себе могу позволить покушать на 100 или 200 рублей. Что же я могу купить себе здесь? Вот так вот мы сюда и пришли. Это было клево. Давайте определимся, да? Сейчас расскажу, что у нас здесь за 100 рублей. Такое же может случиться внезапно. Денечки закончили. А кушать сильно-сильно хочется. Так вот. Гороховый суп с гренками. И вот такая вкусняка. Котлеточка, картошечка и капусточка. Нормально? Ну, если вы где-то что-то найдете за эту сумму. Ну, так давайте, 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 давайте. Просто я тут рядышком работал в свое время в городской администрации. Ну, это минимум на 150 рублей, когда я там кушал. Здесь 100 рублей вкусно. Обалденно! И теперь я сделал чуть-чуть, чуть-чуть подороже на 200 рублей. Для этого есть винегрет. К слову, насчет винегрет, эта тема вообще весьма интересная, да? Готовится кошмар. Я, честно скажу, я уже дома готовлю. Просто обалдеть. Вот. Замечательная соляночка. Четко, да? Вот. Это называется свинилка. Посмотрите, какой размер, да? Еще овощи, сделанные типа в Армении. Это тоже здесь могут делать. Ну и кортик. Все это, естественно, для меня. Все это вы сможете посмотреть где? Вы можете все это дело посмотреть в Ютьюбе, естественно. Там будет большой-большой материал, где он действительно, я расскажу, как это вкусно. Но чтобы вы поняли, что это обалдеть, я вам скажу. Все сюжеты про столовую, про домашнюю, мне всегда вызывают обалденные ощущения. Потому что я знаю, что там готовят, даже готовят круче, чем я дома готовлю. Но в 90% так оно и есть. Кое-что я делаю круче, чем тут. Это всего лишь шашлык. Все остальное я бы кушал только здесь. Как-то клево и очаровательно. И вы хотите понять вкус? Да легко. Интернет рулит везде. А то, думаете, только дома? Ну, здрасте. Любой оператор мобильных сетей зовет вас использовать интернет. И делать это каждый день. К слову, вкусно. А еще вкуснее мой ютьюбовский журнал. И под причмокивание, и под слюнку изо рта, и под чваканье вы легко поймете результат. Реально грамотно и круто. Кстати, если вы хотите узнать все рецепты, и, естественно, не все, потому что Челейкин все рецепты и не может знать, но то, что Челейкин знает, вы можете вбить. Просто вбейте в поисковик мою замечательную фамилию Челейкин. Все ешкин. И далее. Столовая по-домашнему. И, вернувшись на круги своя, то есть на вокзальную, мы вам покажем исключительное качество ресторации для нормальной еды от столовой по-домашнему. То есть здесь на вокзальной 110 все хорошо. То же самое. По той же самой цене. На Ленина 90. А то, а то. Да. Вернувшись на вокзальную. Вокзальная 110. Та же самая. Толовая, тот же самый материал. То есть, представляете, да, мы сейчас начинаем завоевывать город. Представляете, в городе Магнитогорск, город хороший, реально, очень хороший город. Кто-то валит. Ну, дай бог, если у вас получится, настолько же хорошо выкрутиться. А если не получится, да и что, у нас город отличный. Я вам честно скажу. Короче, в Магнитогорске я знаю всего 2-3 места в стране. Понимаете? Ну, что было для меня, по крайней мере. Так что вы уезжаете, а к вам придут еще люди. И придут они в действительности. И всем этим людям также захочется кушать. А где мы будем кормиться? Мы будем кормиться вот столову по-домашнему, который располагается здесь, на вокзальной 110 и на Ленина 90.